Генеральные планы важно соотносить с запросами граждан. Смотреть, чтобы строительство новых кварталов не приводило к критической перегрузке инфраструктуры. Ведь градостроительство это в первую очередь создание благоприятных и комфортных условий для жизни и работы людей. С таким обращением на заседание Госсовета по строительству выступил глава государства Владимир Путин в мае этого года. Ясно, что там, где есть инфраструктура, легче строить. Понятно, но все хорошо в меру. Нужно инфраструктуру развивать не только потому, что там легче и дешевле построить, а в конечном итоге для того, чтобы людям лучше жилось на этих территориях. В эфире «Квадратный метр» программы не только о строительстве. Смотрите сегодня. Территориальное планирование. Как градостроительные документы влияют на развитие сел и городов и от чего отталкиваются при планировании территорий. Информационные технологии в градостроительстве. Что такое региональная ГИС и как она поможет районам усовершенствовать процессы строительства. Амгинский район как пример комплексной застройки. Как ведут градостроительную политику в муниципальном образовании. Здравствуйте, Семен Афанасьевич. Сегодня мы поговорим о планировании территорий в муниципальных образованиях. И для чего и зачем вообще нужны генеральные планы? Генеральный план в первую очередь показывает направление развития. Он разрабатывается на 20-30 лет. И в нем я, как глава наследия, граждане, проживающие в наследии, видят, в каком направлении будет развитие. Какие территории новые будут они осваивать. Они видят, какие объекты социальные там появятся. Какой мощности там они будут. Все, что планируется построить в этом населенном пункте, они видят в этом документе. Кроме этого, видят те территории, которые не будут застраиваться. Видят те территории, которые подлежат сносу. И человек, который проживает в этом селе, в городе, он для себя уже планирует свое будущее развитие. Как должно происходить развитие села с учетом генпланов? Новые понятия были внесены в 2014-2015 годах. Это программа комплексного развития по трем направлениям. Это коммунальная инфраструктура, социальная инфраструктура и транспортная инфраструктура. Должна быть именно программа комплексного развития. На что необходимо обращать внимание при зонировании территорий? Территориальное планирование, если так посчитать, это генпланы. А зонирование территорий – это правила землепользования и застройки. Этот документ разрабатывается муниципалитетами. Он у всех тоже принят. И по нему муниципалитеты определяют разрешенные виды строительства земельных участков. На сегодняшний день по данным документам тоже есть проблема. Во многих поселениях Российской Федерации выявляют факты некачественной разработки этого документа. Поэтому дали срок регионам Российской Федерации, чтобы отработали с муниципалитетами и все привели в соответствии. От чего необходимо отталкиваться при планировании? Если генеральный план у нас показал направление, правила землепользования, определили зонирование. А это уже следующий документ, который тоже обязательно в порядке должен быть разработан. Это проект планировки и межевания территорий кварталов. Это мы уже подходим к квартальной застройке. Там, где проект этот выполняется на уровне квартала. То есть маленькой территории, где определяются границы земельных участков. Где определяются объемы зданий, заезды в квартала. Инфраструктура именно квартала, где должны расположиться социальные объекты. Это все выполняется в проекте планировки. И самое главное, здесь в этом документе устанавливаются красные линии. Эти красные линии означают границы застройки территории. То есть за эту территорию застройка не должна выходить. Она ограничивает именно территорию квартала от земель общего пользования. Это наши улицы и общественные зоны. Ведомства республики смогут следить за развитием территорий в онлайн-режиме. В Якутии с этого года действует региональная вео-информационная система. Внедрять ее начали с пяти пилотных районов. Это Намский, Ленский, Мегиноконголаский и Татинский. Система должна позволить в реальном времени следить за изменениями во всех родостроительных документах. В том числе и за планированием строительства отдельных объектов. Допустим, Министерство образования будут вести в этой системе реестр планируемых объектов к обстроительству по детским садам, по школам. Будут видеть, где есть необходимости, где они должны будут посажены в соответствии с генеральным планом. Где какие ограничения, какие есть охранные зоны, с исключением опасных, допустим, зон подтопления территорий. Градостроительный кодекс обязывает все муниципальные органы иметь информационную систему обеспечения град деятельности. Однако на сегодня она есть только в Якутске. Причина – нехватка средств у небольших муниципалитетов. Потому и появилась потребность региональных ГИС. До конца года к ней должны подключить еще 15 районов. Создается система для того, чтобы не было ошибочных принятий по каким-либо объектам, не соответствии с документами терпланирования. Для того, чтобы это все исключить, для этого мы сейчас создаем эту систему для доступа всем органам исполнительной власти, министерства ведомств и органов местного самоуправления, системе РГИС-ТП, в котором нажатием буквально трех-четырех кликов мышки доступны вот эти все генеральные планы и правила землепользования и застройки. Также намного простится и сократится срок сбора документов для получения разрешения на строительство. Если в прошлом году все процедуры занимали больше 100 дней, то в этом срок получения разрешения снизился до 84 дней. А с внедрением системы предельное время составит всего 56 дней. В первой части нашего интервью Вы говорили об ошибках, допускаемых в составлении генпланов и документов территориального планирования. С чем они чаще всего бывают связаны? В основном ошибки бывают при реализации генеральных планов, то есть при строительстве новых объектов, при отводе земельных участков. Например, предоставляют земельный участок на свободной территории, которая не отражена в генеральном плане, в самом удаленном месте от застройки. И вот задается вопрос, да, как вот сюда вот тянуть инфраструктуру. Или предоставляют земельный участок на территории, которая предусмотрена для организации промышленной зоны. Или вот социальные объекты располагают вообще в совершенно другом месте. При этом, если объект строится за счет инвестиционного бюджета, соответственно, затраты на строительство этих объектов могут быть намного больше. В любой сфере качество выполненных работ зависит от профессионализма и квалификации специалиста. На сегодня какова ситуация в муниципальных образованиях с оснащением кадрами? У нас проблема по отсутствию архитекторов в поселениях, в сельских поселениях. Полномочия закреплены за сельскими поселениями, которые в свою очередь должны выполнять очень большой объем работ. Именно по разработке градостроительной документации, по соблюдению требований вот этих градостроительных документов. И из-за того, что специалист не имеет соответствующего образования в сельском поселении, он эти моменты упускает. Поэтому мы сейчас будем вносить изменения в законодательство Республики Саха-Якутия. Будем выстраивать систему главных архитекторов Республики Саха-Якутия, которая будет состоять из главных архитекторов муниципальных районов. Есть ли общая концепция градостроительной деятельности в Якутии? Вообще понятие концепции градостроительной деятельности над градостроительным кодексом не установлено. Есть концепции, которые мы в рамках года благоустройства предложили разработать нашим муниципалитетам. Это называется архитектурно-художественная концепция благоустройства территорий муниципальных образований и городских и сельских поселений. Глава должен для себя увидеть, как благоустроить свою территорию, где и в каком месте он должен построить площади, скверы, свой въездной знак. Существуют ли какие-нибудь отличия в планировании территорий в селах и в городах? Вот как раз направления, которые нам дает Министерство России, они для себя должны определить стандарты развития городов и сел разных типов. Здесь вот указывается в том, что эти стандарты, они не должны быть у всех одинаковые. Обязательно должна сохраниться самобытность. Каждое село, каждый поселок, он разный, поэтому для него вот эта концепция должна быть разная. Семен Афанасьевич, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. В селе Амга Амгинского Луса живут более 6,5 тысяч людей. Сегодня в населенном пункте ведут активное строительство как социальных, так и жилищных объектов, в том числе и строительство индивидуального жилья. О темпах строительства можно судить по показателям. Так, в 2014 году из запланированных 8700 построили порядка 9000 квадратных метров, в 2015 из 9120 квадратов ввели в эксплуатацию 9607, а в этом году план перевыполнили на 300 квадратных метров. И стоит отметить, что 9000 – это только фактические показатели на сегодня. Отметим, что с такими темпами грамотно спланированные территории – залог успешного развития села. Поэтому большое внимание уделяют комплексные застройки. Ярким примером является молодежный квартал, который с каждым годом расширяется, благодаря еще и реализации программы обеспечения жильем молодых семей. В этом году 15 семей получили, и они уже начали строительство. Также у нас ведется работа по индивидуальному жилищному строительству, это по линии ГУПФА, ПКТУ и МАДА, беспроцентный кредит с господдержкой. В этом году порядка 25 граждан получили субсидию, и некоторые уже построили объекты и уже введены. Градостроительный документ района был утвержден еще в 2007 году. И, как отмечают в администрации, сегодня он претерпевает большие изменения. Немаловажную роль в этом играет и строительство социальных объектов. Это у нас строительство детского сада на 200 мест, который в декабре уже сдается. Также у нас активная работа идет по программе Общельбурганского движения «Добрых дел Моя Якутия». Что касается развития жилищно-коммунального хозяйства, то в этом году в эксплуатацию ввели новую котельную. Она решила вопрос отопления целого квартала. Котельная западная с мощностью 12,5 мегаватт, с подключением социального объекта. Это детский сад на 200 мест, плюс еще многоквартирные жилые дома и подключение частного сектора. От того, насколько грамотно спланированы территории, зависят не только процессы в строительстве. Все это должно быть синхронно с развитием ЖКХ, дорожных сетей и инвестпроектов. В конечном итоге от этого зависит социально-экономическое развитие районов и республики в целом. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания.